Добрый день, дорогие зрители телеканала Улправда ТВ. Меня зовут Дарья Сударева и сегодня гость в студии Дмитрий Игоревич Плохих, директор регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Добрый день. За последние месяцы ульяновские дольщики почувствовали колоссальные изменения в положительную сторону, касающиеся их проблем. Однако тема все равно на слуху и ежедневно, еженедельно подогревается ульяновскими СМИ, поэтому пригласили сегодня вас в студию, чтобы еще раз подытожить, подвести некоторые итоги. Вот, к примеру, не могу не сказать про дом номер 140 на улице Красноармейской. Я знаю, что в декабре по плану строительство завершается. Расскажите, пожалуйста, каковы сейчас итоги и когда ждать новоселья? Ну, Красноармейская 140 – это дом, который строится, достраивается, скажем так, за счет регионального бюджета. Это первый такой проект, который существует в Ульяновской области. Он был начат еще до того, как внесли изменения в федеральное законодательство, по которому создан наш фонд, который может привлекать деньги федерального бюджета. Поэтому проект начался в прошлом году. В этом году прошел конкурс на получение субсидий. И застройщик, который достраивает сегодня этот объект за счет собственных средств, после ввода объекта в эксплуатацию, получит деньги на возмещение своих затрат. Вот такая схема была разработана в Ульяновской области. Она вот на примере дома номер 140 мы видим. Сейчас вот в социальных сетях постоянно раз в неделю идет отчет перед участниками долевого строительства, что сделано за неделю. То есть практически такой контроль, что застройщик сделал, как он идет к вводу объекта в эксплуатацию. То есть сегодня у нас задача такая – запустить тепло на этом доме у застройщика и передать ключи ввести в эксплуатацию дома в декабре этого года. Вот планы такие. Есть ли какие-то проблемы? Все-таки дом не один год стоял. Перед тем, как начать производство работ, там было проведено обследование. Дом действительно долго стоял, но достаточно в хорошем качестве был. И те мероприятия, которые были разработаны экспертом, тем, кто проводил оценку, экспертизу этого объекта, они на сегодняшний день выполнены в полном объеме. То есть дом, в принципе, конструкции дома, они позволяют его эксплуатировать достаточно длительное время. Вот в поле зрения вашего фонда сейчас находится 29 объектов таких серьезных по всей области. Не могу не затронуть долгострой на Буинске. Тоже очень много тем, проблем вокруг этого дома. Как сейчас обстоят дела? Ну, действительно, вы правильно сказали, у нас есть 29 объектов, которыми занимается фонд. Фонд – это объекты так называемые проблемные, и даже по некоторым объектам уже введено банкротство, потому что фонд может привлечь бюджетные деньги из федерального бюджета только в случае, если застройщики являются банкротом. У нас на сегодняшний день 4 таких застройщика, и у нас те денежные средства, которые будут выделяться из федерального фонда, Дом.РФ, у нас есть публично-правовая компания, которая выполняет софинансирование объектов по достройке с учетом тех средств, которые будут выделяться из регионального бюджета. То есть нам это позволит достроить на сегодняшний день 7 объектов в городе Ульяновске, и 5 объектов в городе Ульяновске, и 2 объекта в городе Димитровграде. Эти средства уже запланированы на 2020 год. Часть средств софинансирования Ульяновской области уже внесена в бюджет Ульяновской области. Далее будет заключено соглашение с Дом.РФ, и мы приступим в 2020 году к достройке этих объектов. Расскажите поподробнее об этих объектах. В том числе и Буинске, потому что этот объект наиболее сконцентрирован, там были почти тысячи дольщиков в одном объекте. С января начнется оценка этого объекта, то есть возможность его достройки, и необходимые средства для его достройки будут экспертами выяснить. Окончательный расчет произведен, который позволит рассчитывать на получение субсидий с Федерального фонда. То есть эта цифра будет зафиксирована, и дольщики задают вопрос, естественно, самый главный вопрос это когда. Вот на этот вопрос мы сможем ответить уже ближе к апрелю месяцу, когда фонд московский примет решение о достройке этого объекта, либо о выплате компенсации. Вот мы к этому вопросу еще раз вернемся, потому что законом сейчас разработаны все необходимые нормативы, которые позволяют называть сроки. То есть фонд принимает решение о достройке, если объект возможно достроить ранее, чем три года. То есть обязательства перед дольщиками должны быть выполнены. То есть когда фондом будет принято решение об этом, то арбитражный суд утвердит это решение, и там будут и даты, и сроки, и деньги, которые позволят достроить этот объект. Ну вот кроме Буинска еще на панорамный тоже очень много вопросов. Панорамный объект, он в высокой очень степени готовности. Там в апреле-май месяце, когда мы собирались, застройщик там не банкрот на сегодняшний день. Но финансовое положение вот такое, что ему практически не хватает средств для достройки. Там достаточно серьезную модернизацию нужно сделать инженерных сетей, это конденсационно-насосные станции, и регион к этому подключился, к этому процессу. То есть нам были даны как бы заверения, что найдутся средства для модернизации КНС в этом микрорайоне, которые позволят увеличить мощность с учетом развития этого района. То, что сегодня там появилась школа, там появился детский сад, там появляются новые жилые дома, а сети уже, как бы этот объем уже не принимают. Поэтому будут выполнены модернизации сетей в следующем году, что позволит дальше развивать этот микрорайон. То есть это участие как раз региона в этом процессе, то есть модернизация сетей. Поэтому я думаю, что те планы, которые застройщик ставил по вводу объекта в эту эксплуатацию в этом году, я думаю, он их выполнит. Вот вы сказали, что вообще 7 объектов, на которые будут выделены федеральные средства в следующем году. Вот расскажите еще, какие объекты, может быть, на каких-то стоит больше внимания уделить? Ну, у нас в Димитровграде есть два объекта. Там один достаточно высокой степени готовности. Это дом техноположья К, так называемая фирма-застройщика. Они тоже стали банкротами, к сожалению. И есть один объект у них на практически нулевом цикле. Вот эти два объекта, они вошли в этот перечень. В городе Ульяновске у нас это ЖК «Новая линия» на улице Кронисково. Это застройщик «Селен». У нас есть объект Буинской, который вы называли. У нас есть еще ряд объектов застройщиков, которые находятся в новом городе. Это ЖК «Авиатор». То есть мы ведем по ним работу. И поэтому вот эти средства, которые сегодня запланированы, я думаю, что они в следующем году придут, потому что уже такую информацию давали. То есть Сергей Иванович Морозов, он с участием, и Алсуну Бракшину, и Садоридзинову, то есть они были в Москве. С Виталиевичем Утко договорились о том, что Ульяновская область получит финансирование в 2020 году, но при условии софинансирования Ульяновской области. Поэтому мы как бы с Минстроем настаивали на том, чтобы эти деньги были заведены в бюджет. Вот я думаю, сейчас у нас принятие бюджета было на прошлой неделе. Я думаю, люди там увидят, горожане увидят эти средства. То есть бюджет у нас публичный, и первая цифра в размере 100 миллионов рублей, она уже заведена туда, что позволит нам получить финансирование на следующий год и начать работать. То есть уже выполнять обязательства перед дольщиками, к сожалению, застройщик которых стал банкротом. Поэтому будем следить за развитием событий весь следующий год. Не могу тоже не поговорить о другой, о застройщике компании «Запад». Это не является, обманутыми дольщиками люди не являются. Однако проблема тоже возникла, не первый месяц. Даже, я знаю, дело доходит до митинга. Люди хотят делать митинг. Вот расскажите, как обстоят дела? Ну, я бы сказал, что вот митинги там и пикеты, да, это такой, скажем так, крайняя мера, на которую люди могут решиться. Но на сегодняшний день такого настроения нет. Есть нормальный выплеск эмоций, да. То есть люди ждут долго свои квартиры. Они хотят понять, они хотят конкретных сроков, конкретных дат, когда их объекты будут доведены. И чем вызвано вот это недовольство? Тем, что, может быть, и с нашей подачи тоже фонда, мы тоже, как и Сергей Иванович Морозов, губернатор, наставили на том, чтобы людям дали реальные графики под реальные средства. Они каждый месяц присылали уведомления о том, что ваш дом будет вводиться через месяц, когда там, условно говоря, свайное поле. То есть понятно, что он не будет введен через месяц. Поэтому вот это вот недоговорки какие-то, да, и оттягивание постоянного срока, оно, естественно, людей беспокоит и будоражит. На сегодняшний день там, да, действительно, застройщик не является банкротом, о чем неоднократно в средствах массовой информации сообщается, что все, Запад банкрот, там, и, условно говоря, кто будет достраивать эти объекты, непонятно. Вот мне тоже задавали вопрос, а почему там, вроде бы, на встрече, которая у нас с дольщиками проходит, и в Засвияже, и в Левобережной части, то есть всегда там находится рядом фонд. Потому что наше, как бы, нахождение рядом с этим застройщиком, оно тоже должно привести к тому, чтобы не в наших интересах, чтобы застройщик стал банкротом, да. У нас есть на сегодняшний день, куда тратить бюджетные средства в Российской Федерации и в Ульяновской области. Поэтому максимально нужно сделать так, чтобы застройщик застроил сам эти объекты. Вот на встрече, которую мы проводили на прошлой неделе с Засвияжской администрацией, были названы цифры и источники получения денежных средств. То есть это объекты, которые застройщик будет сдавать в городе Димитровграде. И был разговор о получении кредитной линии. Были даны новые графики по шести объектам. Это два объекта в новом городе, 16-й и 19-й дом, и четыре объекта в Засвияжском районе. Поэтому мы будем следить пристально за этими графиками, то есть за их выполнением, и будем постоянно с дольщиками встречаться и проводить эти встречи, чтобы мы увидели реальное исполнение этих договоров, этих новых графиков, которые дал застройщик. Если говорить в частности о доме в Юго-Западном районе, можно ли уже какие-то хотя бы сроки назвать? То есть в следующем году застройщик начнет строительство? Графики, которые застройщик дал, есть в них печати и подписи тех, кто брал деньги у дольщиков, то есть это компания Запада, и компания генерального подрядчика. То есть там объекты с разными сроками, в основном это середина и конец 2020 года. То есть будем следить за тем, чтобы застройщик эти объекты выполнил. Как им было сказано, что эти даты и эти графики сделаны под полученное финансирование, которое открыта кредитная линия в банке. Вот с 1 июля ваш фонд немного изменил работу, теперь работает в форме автономной некоммерческой организации. Вот прошло уже чуть больше трех месяцев, можно ли подвести какие-то итоги вашей работы? Да, действительно, на сегодня внесены изменения в законодательство, и с 1 июля закон позволяет создавать в регионах автономные организации, такие как наши, то есть для того, чтобы выполнять функции заказчика-застройщика по проблемным объектам. То есть если произошла такая ситуация, как банкротство застройщика, то при принятии решения Московским фондом, публичной правовой компании, о достройке этого объекта, объект передается в региональный фонд. То есть мы выступаем заказчикам-застройщикам, то есть все обязательства, которые были у застройщика перед дольщиками до вот этой процедуры введения банкротства, берет на себя фонд. То есть это фактически государственный застройщик. То есть мы несем такие же гарантии за объект, то есть так же 5 лет, как это у любого другого застройщика. То есть все обязательства мы обязаны выполнить. Ну и может быть поделитесь планами на следующий год? У нас следующий год, он достаточно насыщенный будет, потому что я думаю, что все жители Ульяновской области уже слышали цифры, которые назывались. Наша задача начать работы на вот этих семи объектах, о которых я говорил, это порядка 1 миллиарда 400 миллионов, которые мы должны получить из федерального бюджета, и 325 миллионов это из регионального бюджета, то есть это почти миллиард 700 миллионов. То есть это те деньги, которые позволят выполнить обязательства перед дольщиками тех объектов, где застройщики стали банкротами. У нас очень насыщенный будет 2020 год. Спасибо большое, Дмитрий Игоревич. Мы будем следить за развитием событий. Да, приглашайте, пожалуйста. Спасибо большое. Наше время подходит к концу. До новых встреч. Следите за новостями. До свидания. Продолжение следует...